Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия, и сейчас российская армия продвигается на Донбассе и уже получила контроль над поселком Берестовое. Также российские войска ведут бои в Белогоровке и Яковлевке. Также подразделения союзных сил продвигаются все ближе к Славянску, но тем не менее украинская сторона на это отвечает различными обстрелами дронами Камикадзе Запорожской атомной электростанции. На этих кадрах вы видите осколки дрона Камикадзе, которые запечатлели местные жители и те военные корреспонденты, которые приехали на место событий. И с учетом того, куда именно били с помощью вот этих дронов Камикадзе, то здесь можно сделать элементарный вывод, что рассчитывали уничтожить как можно больше работников Запорожской атомной электростанции. Подобный удар беспилотниками свидетельствует о том, что Зеленский уже дал приказ уничтожать тех работников Запорожской атомной электростанции, которые осуществляют работоспособности подачи электричества как на территорию подконтрольную союзным силам, так и на территорию подконтрольную Зеленскому. Что будет, когда Запорожская атомная электростанция прекратит подачу электроэнергии на подконтрольную Зеленскому часть Украины? Не нужно быть слишком гениально умным, чтобы понять, что это вызовет социальный коллапс, потому что без электричества окажутся просто миллионы украинцев. Также мы видим, что ракетные удары Украины пытаются наносить с помощью американских ракетных систем Хаймарс по мосту в Херсоне Антоновскому. И мы видим, что даже во многом некоторые все-таки ракеты долетают до этого моста. Но несмотря на то, что все-таки по этому мосту попало как минимум 3-4 ракеты Хаймарс вот этих, то там продолжают ездить автомобили и собственно с учетом этих повреждений, которые мы видим, их в принципе можно ликвидировать в течение 2-3 дней. С учетом этих разрушений от ракет Хаймарс можно сделать вывод, что Украину регулярно на протяжении последних 30 лет обстреливали вот этими Хаймарсами. Потому что это, ну знаете, для Украины считается стандартная такая маленькая ямка. Единственное, что конечно там нужно будет немного подварить железные перекрытия. Ну а так собственно закатают асфальтом и дальше будут ездить. Также стоит отметить, что большую часть вот этих Хаймарсов прекрасно сбивают российские средства противовоздушной обороны. И вот на этой фотографии можно видеть очередную ракету Хаймарс, которая не долетела до цели. Для российских ПВО это безусловно замечательная практика и конечно боевой опыт. Тот, который они нигде не могли бы получить в мире. А теперь получается мы видим, как самое современное западное оружие применяют в Украине. И естественно российская армия методично и постепенно вырабатывает противодействие этому заграничному западному оружию. Ну а тем временем есть масса свидетельств того, как украинская сторона использует кассетные боеприпасы с вот такими минами, которые называют лепестками. И это мины противопехотные, достаточно серьезные с учетом того, что они были запрещены различными конвенциями, потому что это все-таки то оружие, которое очень много вреда причиняет обычным мирным жителям. Но тем не менее мы видим, что вооруженные силы Украины продолжают использовать из старых советских складов то оружие, которое запрещено. Но в ответ на такие действия со стороны Зеленского и западных стран Лавров уже заявил о том, что все-таки географические задачи будут расширяться в Украине. Такие заявления прямо свидетельствуют о том, что уровень конфликта будет повышаться и дальше и никто сейчас о мире никаком разговаривать вообще не будет. Друзья, теперь небольшое, но важное объявление. Я не случайно говорю практически в каждом видео о необходимости подписки на телеграм-канал. Ютуб-канал могут завтра и закрыть или просто поменять алгоритм и вы просто не увидите мои видео, которые я выкладываю. Поэтому очень важно, чтобы вы подписывались на телеграм и всегда оставались на связи. Ссылка на мой телеграм-канал в описании первым комментарием под видео. Ну а тем временем в Польше нарастает недовольство в отношении украинцев. И здесь очень серьезно приложились к этому именно польские политики, потому что они настолько рьяно начали выполнять команды с Запада, что, собственно, забыли про поляков. И таким образом сейчас, вот выполняя условно наставление из-за океана касательно обеспечения украинцев и украинских беженцев в Польше всем необходимым, это настолько сейчас вот перегнули палку, что появляются в сети вот такие видео. Давайте посмотрим. Украины? Украины. Так. То есть, здесь кадры из Украины. И вы можете ездить, а мы полосы не можете. Нет, мы на нынешнем ездить. Вот так вот получается в различных социальных центрах, если поляк приходит и хочет кушать, его не накормят. Но если это украинец, то здесь, как говорится, это все оплачено USAID и, естественно, посольством Соединенных Штатов. И вот на эту категорию людей тогда, естественно, все нормально. Западные страны, когда развивают свою теорию исключительности, начинают ее проецировать даже в таких вот моментах, когда раздают гуманитарную помощь или бесплатно оказывают раздачу пищи. Как говорится, схема разделяй властвую работает абсолютно везде, всегда и во все времена. И здесь мы видим просто ее яркое проявление. Естественно, конечно, это вызовет отторжение у поляков в отношении украинцев, но, тем не менее, видно в посольстве Соединенных Штатов это особо никого не волнует. Но тем временем злобные журналисты начинают все больше замечать, что та военная поддержка, которую Германия обещала увеличить, почему-то начинает сокращаться. И здесь уже начинают задавать неудобные вопросы к канцлеру Шольцу, как так получилось. И здесь все-таки Бундестаг начинает оправдываться, что все-таки, знаете, у них просто оружие заканчивается. Также в Германии намечаются экономические проблемы с учетом сокращения промышленности. И тут, как говорится, если в Украине Германия не может помочь финансово, вооружениям, то я думаю, что здесь придется платить натурой и все-таки, наконец-то, уже отправлять немецких солдат в Украину уже официально. Ну а тем временем в Украине уже, по сути, начался полноценный дефолт, потому что объективно выплачивать по обязательствам на международном так называемом рынке Украина уже не может. И сейчас уже проводят различные переговоры с кредиторами касательно реструктуризации долгов. Причем, когда все это происходит, сейчас просто активно рекламируют опять пирамиду УВГЗ Зеленского, по которой продают местному населению, обычным украинцам, различные вот эти облигации внутреннего государственного займа, которые сейчас, для того, чтобы они лучше продавались, называют военными облигациями. Ну и тут, как говорится, если просто анализировать, то, естественно, когда нужно реструктуризировать долги перед западными партнерами, тогда, конечно, с ними проводят переговоры и обсуждают, а позволят они реструктуризировать долги или не позволят. А если вот в отношении вот этих УВГЗ, так называемых военных облигаций, то здесь, как известно, украинский народ никто спрашивать не будет. Вы же, как говорится, не западные партнеры, не западные кредиторы. Поэтому тут всем купившим военные облигации, Зеленского, вот эти ОВГЗ внутреннего займа украинские, то здесь я уже могу пособолезновать, потому что они фактически те деньги уже потеряли. И никто им выплачивать эти обязательства никто уже даже не планирует. Зато вот в различных прибалтийских странах вот уже решили лишать гражданства тех людей, которые поддержали Российскую Федерацию и, например, вступили в союзные силы и сейчас воюют на территории Украины. Ну что ж, странное достаточно решение. Мы видим, что прибалтийские страны решили уже абсолютно полностью отказаться от всех, знаете, европейских ценностей и прочей лабуды, которые там нагородил Евросоюз, объясняя свое существование. И мы видим однозначно вот такие тоталитарные решения, кого казнить, кого миловать, кому дать гражданство, кого отнять гражданство. Кстати, на примере прибалтийских стран хорошо видно, что если страна очень маленькая, то тогда эта страна становится максимально управляемая. И мы видим, что самые управляемые страны в Евросоюзе это как раз Эстония, Литва, Латвия. И здесь, как говорится, закономерный итог, когда через вот эти страны просто озвучивают самые невероятные хотелки вашингтонских политиков. Ну а в это время в Туманном Альбионе идет конкурс. Местная элита выбирает говорящую голову для того, чтобы озвучивать различные тезисы. И мы видим, что Бориса Джонсона убрали, потому что он уже впитал, как говорится, весь негатив на себя британского общества. И теперь для британского общества выбирают новую говорящую голову и проводят различные конкурсы и так далее. И если раньше, например, так выбирали там певцов и так далее, то здесь мы видим, что западные элиты уже пришли к тому, чтобы именно через такие конкурсы публичные и так далее, через голосование выбирать себе говорящие головы. Такие конкурсы больше свидетельствуют о том, что на Западе уже деградировали так называемые политические институты. И объективно мы видим просто, что нанимают удобного актера, который будет очень хорошо читать тексты суфлера и с эмоциям, с тактами, с расстановкой рассказывать различные там чужие умозаключения. И здесь нужно просто делать из этого выводы и понимать, что на самом-то деле те политики, которые очень много озвучивают различных текстов, они реальные решения сами не принимают. Решения принимают абсолютно другие люди. Тут лишь можно пособолезновать британскому народу, потому что их реально отстранили полностью от принятия решения и показывают вместо этого красивое шоу. Ну а в это время Путин делает заявление касательно того, что Донбасс будут восстанавливать. И уже эти процессы начаты, потому что мы становились свидетелями на протяжении последнего месяца, что сейчас в Мариуполе и в других регионах, которые сейчас контролируют союзные силы, уже вовсю начались работы по восстановлению как и дорог, так и объектов инфраструктуры, которые были уничтожены при отходе украинской армии. Сейчас даже в Мариуполе строится гигантское количество жилья. Ну а тем временем та часть Украины, которую контролирует Зеленский, уже превратилась в официальную, в грантоеда. И теперь для того, чтобы сохранить режим Зеленского, ему выдают прямо на страну официально гранты в миллиарды евро. Объективно это необходимо для того, чтобы платить зарплату чиновникам Зеленского и солдатам, которые служат Зеленскому. Тут, как говорится, все просто. Кто платит, тот и заказывает музыку. Именно поэтому сейчас для того, чтобы продолжались боевые действия, нужно много денег Зеленскому, и как раз ему это все обеспечивают западных стран. И Евросоюз ему в этом помогает, и, конечно же, Соединенные Штаты. Если раньше гранты американское посольство и прочее выделяли конкретно на человека, или на организацию, или на политическую партию, например, партия «Голос» в Украине, она полностью там, практически она сидела на грантах американского посольства, то теперь мы видим, что гранты выделяют прямо на ту часть территории, которую контролирует Зеленский. Ну а пока западные страны выделяют гранты Зеленскому на всю Украину и на оплату зарплаты военным, солдатам, которые там стреляют и так далее, то в Украине происходят те события, которые естественны при режиме Зеленского. Вот, например, в отношении студентки, которая заявила о том, что Украине нужен мир и все-таки нужно перестать стрелять, то вот эту студентку, помимо того, что ее отчислили, то она просто сейчас пропала без вести, и ее родители уже написали заявление в полицию, что действительно случилась какая-то очень странная история, и теперь связи с ней нет. Вот такую вот демократию и свободу Зеленский воплощает в Украине с помощью западных грантов и кредитов. Но я думаю, что этому всему даст надлежащую оценку украинский народ в своем большинстве. И, естественно, вся вот эта пелена пропаганды, она спадет и уже начнется нормальное созидательное развитие. Во всяком случае, для этого мы сделаем все необходимое. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что это реально очень важно. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. До скорого! Продолжение следует...